...конференцию. Интересно, а как вообще родители относятся к вашему влечению музыкой? Вы-то еще параллельно учитесь где-то? Не факт. Я не знаю. Уже все? В смысле бросил или закончил? Закончил. Закончил. Лично я закончил с красным дипломом Огромно-экономического колледжа на землеустройщика. И все, я решил, что я... Хотя хорошо выучился, знал там... Землеустройщик это... Ну, юрист по земле и землемер, можно сказать. Ну, вообще с музыкой не связано. Но закончил. Закончил и больше никуда не поступал. Мне осталось дотянуть до Нового года, я уже надеюсь, что... Ты на кулинарном учишься, да? Да, я повар-технолог под профессией. И готовишь, кормишь ребят они там... Нет. Они едят сосиски, да, все-таки. Они сами себе покупают. Не, ну просто нет времени, то есть желание, если особенно день будет тяжелый. Я еще доучился, но чисто, ну потому что как бы... Надо. Чтобы получить диплом и все. Мне все просто рассказывают, там, ой, обязательно нужна корочка. Я думаю, ну зачем, ну ладно. Если все говорят, для родителей, для всех, я думаю, хорошо. А я учусь на цивильной инженере, вот, так что мы тут собрались все трое такие... Музыканты. Да, так как все-таки родители... Родители, да, поддерживаем все. Очень, очень хорошо. Нам тоже очень всем повезло с родителями, потому что... Папа музыкант, да, тоже полностью всеми руками на хамизан. Наши родители, пусть они не музыканты, но они тоже полностью вкладывали нас, мотивировали. Они обращают внимания на все, что мы делаем, и изначально мы к этому относились как и ко всему другому. То есть потанцевал немножко, поиграл на гитаре, немножко бросил, как хобби. И на потом они увидели, что как бы мы в семье в одной. Мы начали в этом больше расти, мы как-то уцепили за это и не бросаем. Ну и не поняли, что тут все, скорее всего, серьезно, мы хотим этим заниматься дальше. И вот гитару там, например, подарили мне на 18 лет. Вот это был как бы знак того, что они поддерживают нас. И вот скучают часто, потому что мы в разъездах. А чем они занимаются? Наш папа пастор церкви. А, да, точно. Мама наша... Диетолог. Она, да. Помогает людям следить за собой. Кстати, ваша уже музыкальная деятельность, она начала приносить какие-то финансовые доходы? Или вы все еще пока вкладываете все, что зарабатываете? Радует то, что потихонечку, да. Да. Все что-то... Не так, конечно, часто, как хотелось бы, но это начало. То есть иногда уже начинают там быть корпоративы и выступления, там, торговые центры и еще что-то. Кстати, вот по корпоративам был вопрос, какие планы на Новые годы вас уже заказали на корпоративы? Насколько я знаю, пока свободно. Но это очень быстро будет решиться, так что поспешите. На корпоратив приглашают. Я знаю, вот таких ребят, молодых, часто бывают на день рождения, каких-то там девчонок приглашают. Были у вас какие-то? Да, такого еще не было. Но должно было бы, ну там же несложило. Больше в торговые центры, да? В какие-то презентации? Да, да, да. В торговые центры чаще всего выступают. Фиона пишет, доброго ранку, чи памятаете вы свой перший выступ? Коли це було? Я помню. Я помню. Это было возле торгового центра, собственно, у нас в Полтаве, при Василии. Собственно, из-за этого мы изначально играли там двоем за гитаристом, потом, когда выступали на ответственное такое мероприятие, это было на улице. Там рокерские банды играли. Нужно подготовиться полностью. И мы отрепетировали три песни. Я помню, я фальшивил, гитара выстроена. Мы не знали, как себя вести на сцене. Но я помню, что на нас собралось больше всего людей. То есть они, ну мы были сколько нам было? То 14, 14, 13 лет. И мы играем на сцене, как можем. Друзья, поддержка стоят. А первый гонорар какой был? Сколько? Гвин 200. На всех. Да. Ну да, где-то, может, 300. Первый гонорар у меня, наверное, была пицца. А, тоже неплохо за еду. Могли просто пока не дальше. Мы играли тоже тогда в какой-то рок-группе, в пивнухе. В общем, тоже фальшивили, отрывались, как могли. В пивнухе нормально, наверное. А вы нас что, потратили первый гонорар? На пиццу? Такие учеты я даже не помню. Я помню первый наш соли-концерт в Полтаве. Был... Тогда было человек даже где-то 60-60 девчонок пришли. Ну и парней. Мы просто позвали, мы их заманили как? У нас была там в Полтаве одна группа, которая была... Ну такая дворовая, да, которая была известна более-менее в тех руках. Они такие, не хотите снова выступить? Они такие, конечно. И мы за счет них подтянули аудиторию. Ход был, по-моему, 25 грн даже. Да. Но это было акустическое такое, игра. Да, это были первые. Часто, чаще всего на концерты к вам девушки ходят, да? Ну, так большинство ходят, да. Но молодые парни тоже есть. Продвинутые, которые... Богдана спросит, самый неожиданный подарок событий в вашей жизни? Подарок от... ну, от фанатов, так сказать, да? Ну, да, это... Это... Что там было за зверь? Что там было за зверь? Зверь какого-то? Зверь, я не знаю. Хомячок. Хомячок. О, как я забыл. Я помню, я писал. Было такое, что мы уже собирались уезжать из Киева. И нам... Девчонка там написала, хочу вам очень подарить. Очень хочу прям. Это очень важно, очень хочу подарить. Я, окей, но у нас много сумок, пожалуйста, чтобы не было большое. Хорошо. Ну, и мы встретились возле торгового центра. И я с трю... И идут с коробкой такой где-то... Небольшой подарочек. Блин, ну ладно. И такой открывай там, и там реально там клетка, корм, вода. И хомяк такой большой. Я такой... У-у-у-у. Мы 10 минут мяли, чтобы как бы спать, что мы не можем взять. Мы сначала не брали, типа, о, прикольно. Не брали еще в руки, потом взял. Ну да, где-то минут 15 объясняли, что мы не можем его взять. Максимально, чтобы не обеи просто, ну, действительно. Не сможем следить за ним. Мы сказали, что он просто умрет, и они тогда ушкаются, понял, что... Мы не сможем его взять. Ну, ну, мы просто не приняли, но очень приятно. Было приятно, конечно. Ну, что нам доверяют даже другие жизни. А у вас, кстати, есть какие-то домашние животные? Да! Да! У нас есть шиншиллы, есть собака, немецкая овчарка. Немецкая овчарка. И есть даже курицей. Наш папа увлекается. Да, хозяйством, там, яйца, свои домашние. Мы тоже живем немножко за городом, не далеко. Да, в частном доме, да? Но у нас две кошки дома. Какие вещи обязательно носите с собой, спрашивает Катя. Телефон, наушники. Сейчас самый важный телефон, да, наушники. А, я вот очень часто хожу с портфелем. Там должна быть какая-то книжка, которую я читаю в данный момент. То есть, по-любому, я рассчитываю, что, возможно, где-то придется просто что-то ждать. И можно почитать в это время. Я тоже, по основе время, электронную книжку с собой. И ноутбук в основном ношу с собой. Просто там очень много всего. И музыка вся. Талисманы, амулеты есть какие-то? Нет, нет, мы не верим. Нет, нет, нет ничего такого. А как настраиваетесь перед выступлением, перед концертом? У каждой группы есть там какая-то своя традиция, фишка? Мы молимся, да, все, просто. Да, мы верим, что если помолимся, то все будет. Ира спрашивает, вы берете пример какую-то группу в своем творчестве? В общем, на кого равняетесь? Есть ли у вас какие-то партисты? Есть, есть. Мы всегда говорили, что мы изначально смотрели видосики, ну, зарубежную, понятно, группу. Это Вивамс. Это из Лондона, ребята, из Англии, Великобритании. Изначально прям видели себя в них. Какие круты. Начинались видеоковеров в Ютубе. Потом собирали стадионы в разных странах. Вот, очень вдохновляли в одно время. А сейчас вот каждый период какой-то, то больше нравится одна группа, другая. Мне еще очень нравится лично One Republic. У них классные тексты, очень классная музыка вся. И очень часто я слушаю, вот, Coldplay, типа такого вот. Ну, да. Замечный трек на сверху. Из украинских артистов есть кто-то? Монатик удивляет. Продолжаем. Мне очень нравится Монатик, его музыка, его тексты. Слова, тексты, да. Как он вот словами все может доносить свои мысли, это круто. Как быстро он тут как бы поднялся в самые вирши, так скажем. На концерт них один? На который был, да? Не, 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 не смотрю. Ну, уже видели по всем историям в Инстаграме, что там просто был срыг. Да, как будто побывали. Да, это было круто. У меня еще и ты в Валану с Артемом. Да, Артем классный. У нас тоже был. Мария пишет, дайте три совета, как побороть осеннюю хандру. У вас бывает осенняя хандра или вы еще слишком молоды для этого? Печерки слушать Mountain Breeze. Да, типа депрессия осенняя. Такое же. Ну, грустишь, там все дела. Вот, я один советую это просто влюбить. Это, не знаю, рассмешить смешного или вот сейчас «Слуга народу» идет. Просто какую-то комедию. Мне часто, когда плохое настроение, там начало как-то разбодриться. Ну, какие-то шутки, не знаю, пранки в Ютубе. Вот, иногда я так разбодриваюсь. Я разбодриваюсь, если занимаюсь, там, не знаю, вот. Пойду на барабаны поиграю уже попроще. Или просто заняться чем-то стоящим. А, или спортзал. Тоже занять нормально все. Ну, если это вечером, вот, где-то часов в 9-10, когда тебе очень плохое настроение, тебе ничего не хочется, то просто ложитесь в спать. Да. Ничего тебе не захочется уже этим вечером. Миша? По собственному. Ну, каким-то тоже творчеством что-то полепить, там, не знаю, можно порисовать. Ну, я лично музыку пишу, когда вот какое-то настроение есть определенное. Катя спрашивает, как проходит обычно ваш день? Ну, вот, начиная там, подъем во сколько? У вас есть какие-то режимы? В Полтаве или в Киеве? Ну, да, я обычно и в Полтаве, в Киеве бывает не так часто. Ну, я посыпаю. Если я иду на учебу, то я иду на учебу, например. Потом там есть какие-то либо барабаны, либо репетиция, либо спортзал, там разные репетиции. Потом книжку какую-то почитать, английские поучить. Ну, то есть так. С семьей тоже пообщаться, поужинать. Да, так как я не учусь, то я могу не вставать очень рано. Я просыпаюсь. Вожусь где-то в час, просыпаюсь в восемь. Вот. Просыпаюсь просто, не знаю, умываюсь, пока растеклюсь, все дела. Потом репетиция у нас после обеда. Обычно очень часто. Ну, каждый день. Иногда не каждый день, но иногда каждый день. Вот. И собираемся на репетиции, потом там с друзьями что-то делаем. Иногда можно погулять. Очень часто я просто сижу дома, это просто пишу. Вот Мишу тоже. Пишу музыку просто. Проснулся там, что-то сделал, утренние какие-то упражнения. И дальше пишу музыку, сижу над этим. Вот. Это очень много времени занимает. И ты очень застреливаешь иногда на этом. Целый день может пройти, ты не заметишь просто. Ну да, я вот тоже в универ хожу. То есть утром у меня в универе проходит. Потом музыка. И в основном мы почти каждый день репетируем с парнями. А репетиция как долго для вас? Когда как? Смотря что мы хотим репетировать? Просто как бы играем, зависаем. Просто можем общаться. Это не обязательно. Еще приставка есть, тоже можем просто расслабиться. Смарикиция, ну в основном, если каждый день, то это может быть там полтора часа, час. Это может быть иногда два часа, когда мы реально что-то сложно репетируем. Но если уже близко к этому мероприятию, то мы больше усилий приложим, чтобы все было хорошо. Поготовиться, а иногда это может быть час, то есть не так уж и много. Ина спрашивает, Саша, что ты делаешь, если во время выступления забываешь текст песни? Ну, это просто. Это я уже привык. Мямли. Часто забываешь? Не, ну русские песни, русские песни никогда не забываю. Английские песни иногда бывает, что вылетают. Но вдруг я не выхожу на сцену без текста. Я должен знать по-любому. Я же, что-то выхожу на эту сцену из текста. Но если вдруг что-то забывается, то я думаю, большая часть зала она даже не заметит, что что-то прошло не так, если я что-то другое скажу. В рамках приличия. Он английский учит, потому что он просто другие словаки. И никто ничего не замечает. Понятно. Выкручиваешься. Но я по-самому чувствую себя. Анастасия пишет, кем выявляете себя через 10 лет? Успешной музыкальной группой. Личностями определенными. Да, этим представляю. Музыкантами, да. Всемирно известными, которые играют на разных аренах, в больших стадионах разных стран. Вдохновляют других заниматься своими талантами, чем вы занимаетесь. Все так же и в мечте через 10 лет. Казмонатом не будет. А, кстати, кем вы хотели быть в детстве? В детстве был вопрос такой. В детстве так много разного. Как вы реагируете на это? Илья, был ли у тебя первый поцелуй? Так, первый вопрос, извините. Как часто, я недавно кто-то писал, спрашиваю. Раньше часто звонили. Но просто иногда так очень звонят не вовремя, и так не в тему, и потом еще, ну, очень многое. Иногда звонят, говорят, вообще что-то не в попад. Потому что из-за того, что это было не вовремя, я их блокирую. То есть только заблокировали несколько человек, уже не так часто звонят. А был ли первый поцелуй? Нет. Не было. Неожиданно. У меня нет фанатов моего телефона. Я очень вовремя его с этих соцсетей. Я протупил. Конечно, некоторые были, которые звонили, как-то нашли. Но я подписал днем брать, и все было нормально. Меня с ним не вовремя жили постоянно. На свидание приглашают? Да, конечно. Ну да. Чаще всего как-то отказывают. То есть я точно. Чаще всего, но бывает. Ну, про гулять там... Нет, свидание, свидание даже третий. Не обязательно. Наташа пишет, первая мысль утром какая? Доброе утро, семья там, наверное. То есть позитивная, нет такого. Нет, 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 опять, вставать. Это было время учебы, а сейчас нет. Нет, первая мысль, типа надо все успеть, такая первая мысль. Аня запитает. Знаю, ваши дни народжения припали на концерты фестиваля. Как святкували их? Не пожалели про то, что не в коле родных довелося бути? Это самое лучшее, наверное, что может быть на каком-то фестивале или на концерте. Это просто на тебя еще окружают люди, которые каждый хочет поздравить. В семье тоже, конечно, хочется праздновать дни народжения, но это всегда можно сделать и там не после того, как приедет. То есть мы не привязываем всегда. Вот мой концерт был во время нашего вообще первого фестиваля, мы принимали участие в Альбове. И там прямо на сцене понесили большой торт, там поздравляли, мне было очень приятно. Потом вышли за сцену, там вообще там кожаную курточку подарили, рубашку подарили, еще там куча всяких сладостей. То есть, конечно же, это приятно. На мой день рождения тоже мы играли, были в туре в Луцке. Вот девочки тоже сделали сюрприз такой классный, вышли на сцену, прям поздравили сразу на сцене, торт вынесли. Все было очень круто, торжественно, понравилось очень сильно. Одежда тоже? Да, подарили много подарков, разумеет. Какие? Были какие-то прикольные такие, необычные подарки? Ой, прикольные, но мне курточку подарили, я ее ношу, она мне очень нравится. Ну и футболку тоже, вот, что еще, торт самый, самое, что впечатлило, это торт. Он был огромный, просто такой, куча была всякого, да, он был сделан, то есть, домашним, домашним. У меня кожаная курточка, духи, укулеле, да, гитара маленькая, это вообще так прикольно. Мне тоже подарили, и очень приятно. Я его последний кахон, это не слышали меня, что-то такое, да? Кахон. Инструмент, в общем, тоже класс, такая коробка, на которой, в общем, если не видели, вы играли. Коробка? Коробка, на которой играют? Ну да, да, хорошая, в общем-то какая-то, тоже классная, очень понравилась. А у вас, кстати, есть, колец, какие-то такие прикольные инструменты, типа, кахон? Кахон, у меня акулеле. Акулеле. Ну, еще, у тебя что-то тоже появилось? У меня есть тоже такой, как бы, африканский, да, барабанчик. А, джембер. А, джембер, да. Треугольник есть. Очень, а, кстати, применяете треугольник? Нет. Ну, откуда он у вас появился-то-то? В музыкальной школе или... Наверное, у знакомых просто было, я забрался, чтобы... Есть еще шейтеры разные. Ну, это да, такие, там, трещотки всякие. Саломия пишет, когда приходит до вас натхнение? Очень часто, иногда бывает, что... Ну, очень по-разному. Очень часто. Да, очень часто, но... В разные моменты, не знаю, когда ты просыпаешься с утра... А в основном я пишу, вот, ночью. Только хотел сказать. Извини, я хочу. На том, я одна группа. В основном, ночью. С утра, там, как-то не идет. Очень много забот, там. А вот вечером ты просто отделился от всех и сидишь, пишешь. Из-за этого, возможно, изначально какие-то депрессованные песни пишутся. Ну, потому что ночь, вечер, там. А потом переписываемся ночью с Винком. Чувак, сбрось мне там этот кусочек. Да, да, да. А я сплю в этот момент, если честно. Но в основном, от ночи приходит вдохновение. Да, я ложился спать, когда нормально. Да, не знаю, чем. Вопрос от Иры есть. Вам пришлось изменить себе что-то ради успеха? Ради карьеры? У нас какие-то, возможно, пришлось пойти с жертвами. Что? Ну, это не жертвы, это как бы правильные шаги. То есть нужно бороться, переваривать пришлось свою лень. То, что хочешь просто поваляться. А только наставать. Нужно работать каждый день, желать над барабанами, изучать языки, читать правильные книжки всякие. То есть это большая работа. Над характером. Пришлось полностью, ну, не над характером. До сих пор, то есть, он не сформировал. То есть не бывает. Конкретно изменить нет. То есть я с самого детства, ну, это из-за себя, читал там хорошие книги и был мотивирован на то, что нужно поменьше лени, побольше работать. Просто, ну, это был процесс как бы. Процесс вот становления у меня, моего характера, то, что ради там музыки я не стал чем-то жертвовать. Понятно, мы все жертвами временем, друзьями. Но это не то, что у меня изменилось после чего-то. У меня это всегда было как бы. Не, у меня изменилось. У меня была другая ситуация, действительно. Я был ленив. Сейчас вы уже подтверждаете, что не лениться. Да, вы просто смотрите на меня голову. Раньше он был такой... Все видно, очевидно. Оля спрашивает, есть ли у вас любимый мультик? Мультик? Ой, что-то был такой классный. Вот я в кинотеатре хожу так частенько, но на мультики никогда не хожу. А мультик, не знаю. Спонж-бов в детстве смотрели. Зверополизм классный такой. Зверополизм не был. А любимого нет. А Маша интересуется смотреть телесериалы и следа, то какие? Ой. Да. Все топовые, скорее всего. Вот острые козырьки есть, честно, как посмотрю. Игра Престол, то есть смотрел, что еще? Ну, все топовые, там, даже чуть-чуть, там, пару лет назад Дневники Вампиров. О-о-о! Все сезоны пересмотрел Дневники Вампиров. Дневники Вампиров, это девчачий сериал, вот это интересно смотреть. Я знаю, меня заставили. Сколько там, 6 сезонов? Сверхъестественно, никто не смотрел. Нет. Не начинал много, ты не знаешь, что ли? Это 10 сезонов, я не хочу. Ой, а Чивчачи я тоже смотрел. Сумерки, я целый. Мы все смотрели аж 2,2 в воды, здесь. Ой, 2,2 в воды. Прорусал это. Нет, все сериалы, которые топовые, сейчас я стараюсь все смотреть. Ну, вот по Никилоду, но все сериалы, просто класс. Максим пишет, как вас родители называют? Зависит от того, какой... От ситуации? Нет, ну и Илюша, наверное, не верю. Саня, Саша, Саша, Саня. Шурик меня папа в детстве называл. Сейчас нет, но в детстве Шурик. Сан Саныч редко. Мишкой. Мишка. Это очень бы тебя Мишка тоже называл. А Анджеліка запитает, коли вы вперше усвідомили, что музыка, то справа вашего життя? Не сразу. Не сразу. Сразу, я помню, занимался одно время гитарой, выходил, представлял даже, что возможно будет когда-то этим заниматься. Но потом как-то это бросал. Просто папа научил там пару переворов или все. А потом музыкальнюю школу закончил. И бросил музыку, думал, что с этим моя жизнь не будет никак связана. Потому что очень много певиц, певцов, которые намного круче меня поют. Но потом как-то так, если это твое, если у тебя есть дар и призвание в эту область, то тебе потом будет все равно. Ты не можешь без этого. То есть то, что у меня получается, это то, через что я могу говорить миру то, что я хочу донести. И в один момент я понял, что это то, чем я хочу в жизни больше всего заниматься. Да. Ну мне на самом деле после X-Factor я тряпал. То есть или во время этого периода. То есть до этого я так, ну это было просто как хобби. То есть мы же не понимаем. В увлечении я просто думал, наверное, это просто вот так. Потом я просто получил для себя личное такое подтвердение. Ну в детстве я тоже ходил в музыкальную школу немножко. Я ее так и не закончил. Потом мой папа прививал мне любовь к музыке. То есть тоже показывал разные там приемчики, переборчики. Но я был маленький, как-то не особо это воспринимало. Потом, когда подрос, вот мне сразу захотелось что-то гитару купить, разбираться. В этом тоже сидел в Ютубе много, переигрывал, рассматривал уроки разные. Вот и потом как-то оно пошло, поехало. До X-Factor даже был неплохой момент, ну мы где-то два года уже занимались, может чуть больше, музыка в принципе. Я даже помню был момент, то что я готов даже был, это прям было до X-Factor, прям очень близко. То что я готов был бросить, я поступал в Америку там ради каких-то других лидерских, ну лидерских колледж. Готов был бросить это, чтобы поступить в Америку. В тот момент нас приглашали в X-Factor, я даже отказался от X-Factor ради этого. Но потом визу мне не дали, мы вернулись в X-Factor, и вот X-Factor стал подтверждением того, что у тебя может получиться, вот. И вы дошли до тройки, несмотря на то, что вы не идеальны, может еще не так много занимаетесь этим, но если вот, ну это как бы стал таким, самым большим стартом в моей жизни. Промой точкой, да? Да, промой точкой. То есть такой знак судьбы подтверждения получился, да? Могу, спасибо. А с вами интересуется, как часто вы проводите время с семьей? Как можно. Ну, хотелось бы чаще на самом деле, вот. На день рождения, вот, полюбовно с семьей. Праздники какие-то, ну именно, то есть не, да просто вечера, то есть мы ужинаем, общаемся, там у нас всегда есть смежные дела разные, но просто, что в семье все тоже, как бы, заняты этой семьей. Да, у нас очень часто бывает, когда кто-то, если не мама, так папа, они просто за границей там, то вот, вот, один там, один там, да. Хотелось бы чаще немножко, то есть у меня это важно, с ними проводить время очень хорошо, вот. Вот, поэтому мы стараемся иногда, ну, построить так время, чтобы вместе там пойти или в квест-комнату, например, или в кинотеатр, провести время. И еще такие пытания, Витбожены, че роблять, вже каверы на ваши песни? Есть. Заталкивалось это, да, пару раз. Да, да. И как впечатление? Круто, мы всегда хвалим, то есть... Мы всегда за творчество. Иногда там, может, подсказываем, может, что-то там, может, потянуть чуть-чуть английский нужно, или что-то еще, но это очень приятно, конечно, то, с чего мы начинали. Да, это круто. Что ж, спасибо за ваше время, за ваши ответы, пожелания для тех, кто нас сейчас смотрит, для ваших поклонников, наших читателей. Окей, спасибо всем, было очень приятно подключать на ваши вопросы. Обязательно слушайте наш новый сингл «Bots from with death», надеюсь, вам понравится. Очень вас любим, ценим и хорошего всем дня. До скорости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!